приветствую вас господа сегодня мы сделаем этакий обзор на легкие флаги в нашем любимом джимбаре ну что ж поехали самый распространенный вид флага анклада берете делайте проблем с ним нет контра более сложный хватовый флаг очень распространен и юзабелем но с некоторыми проблемами контра в отличие от анклада является более сложным хватовым флагом из-за поворота кисти больше пережим быстрее текает рука из-за недостатка сил гибкости завал кисти вперед глубокая контра является менее качественной баланс в тяжелем при поворотах стороны ст и особенно вне глубокой контре рекомендуем осваивать контру задней версии флага так как в ней удобнее прикладывать силу и поэтому баланс там ловится значительно проще нагрузка на большой палец флаги контра значительно больше чем в анклада повышенная травматичность длинные мышцы отводящий большой палец кисти чем больше завал кисти тем травматичность выше повышенная травматичность сгибателя кисти переходим к более сложным флагом анклада пуно и контра пуно их общие особенности травматичность максимальной фланги всех пальцев кроме большого берегите свои кулачки это связано с тем что в пуно нагрузка происходит на внешнюю сторону кисти которые для этого не приспособлены по дефолту утяжеленный баланс из-за меньшей площади опоры так как ваши пальцы не обволакивают турник высокий шанс срыва опять же по тем же самым причинам эндиоса флаги представлены в виде эндиоса энконтра эндиоса энантидиоса особенности все группы связаны с более трудным распределением и переводом веса труба мешает этому также для все группы характерен вертикальный спуск рекомендуется использовать магнезию и практиковать с максимальным сжатием хвата данные виды флагов учатся довольно легко и на их изучение у вас не уйдет много времени с вами были хуса джумбар до встречи